Прошедший уикенд еще раз подтвердил правомощность сравнения столицы Урала с американским Чикаго 30-х годов. Около получаса под звук сирен и стрельбы из табельного оружия 13-летний подросток на мамином Ниссане на скорости 140 км в час таскал за собой по городу 4 милицейских экипажа. В ночь на воскресенье на улицах Екатеринбурга можно было наблюдать погоню достойную лучших полицейских боевиков Голливуда. Четыре экипажа дорожно-патрульной службы преследовали иномарку, удиравшую на бешеной скорости чуть менее получаса. Водитель Ниссана Премьера не отреагировал на требования инспекторов остановиться еще на бебеля. Сделав крюк по московскому тракту, наткнувшись на кордон, нарушитель сколесил добрую половину города и лишь на проспекте Ленина сдался стражам порядка. Каково же было изумление ДПСовцев, когда в кабине Ниссана они увидели 13-летнего пацана. Еще более интересными предстали детали происшествия в рассказе восьмиклассника Кузнецова Максима. Субботним вечером родители Максима ушли играть в боулинг, а в дверь мальчику позвонил неизвестный, предложив подписаться на журнал по автомотоспорту. Я ей открыл ему дверь, он пистолет достает, такой, ну-ка, тихо заходи. Я зашел, он говорит, собака залаяла, он говорит, успокой собаку, я ее успокоил. Он видит, там, видит ключи, висят от гаража и от машины. Завладев машиной, неизвестный усадил в салон в качестве заложников мальчика и его собаку. На бебели машине, превысившей скорость, было предложено остановиться. В военстоклении было использовано оружие, а было пробито переднее колесо. Вот. Так колесо отлетело, водитель продолжал ехать на ободах. Потом было повреждено заднее колесо. Пока выехал на челюстница, у него отлетела резина, он поехал на один диск. Когда машину удалось остановить, в салоне Ниссана был только 13-летний Максим с собакой. Мальчик утверждает, что террорист, взявший его в заложники, прямо на ходу передал ему руль и в какой-то момент вышел. Преследовавшие Максима инспектора показаниям мальчика с собакой не верят. А такое впечатление, что там водитель находится просто в состоянии наркотическое объединение. Ведь распределять бригаду, он будет увезен на медицинскую экспертизу.